Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев, мы продолжаем наши ежедневные разговоры о том, как чувствует себя российский бизнес. Сегодня сладкая тема, сладкая, приятная, я думаю, подавляющему большинству слушателей, потому что те, кто даже и не любит сейчас мороженое, его очевидно любил в детстве, и вообще слово мороженое вызывает самые приятные ассоциации воспоминаний детства прежде всего. Так вот, сегодня мы поговорим с вами, что из себя представляет рынок мороженого в России, есть ли он прежде всего естественный, и как себя чувствует. Я с удовольствием представлю вам моего сегодняшнего гостя, это Валерий Елхов, генеральный директор Союза мороженщиков России. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, как всегда, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, и адрес сайта финам.фм. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными мнениями на эту тему. Итак, что же из себя представляет рынок мороженого в России? Валерий, вот если это возможно, давайте начнем с некого исторического экскурса, то, о чем мы говорили с вами за эфиром. Рынок мороженого в России, это такое продолжение, я так понимаю, рынка мороженого Советского Союза, и отсюда некая специфика этого рынка по сравнению с его коллегами за рубежом. Я прав? Ну, безусловно. Здесь, конечно, аспектов достаточно много, но о каких-то можно поговорить. Ну, во-первых, я бы вспомнил прошедший год, год, когда мы отмечали, ну, в рамках своих возможностей, 80 лет начала промышленного производства мороженого в России. Эта дата относится к 32-му году, когда было впервые, так скажем, в небольших объемах, но выпущена первая партия мороженого, так скажем, некустарным способом. На самом деле, если говорить о таких серьезных объемах, то производство мороженого истории своей восходит к 37-му году, к 1937-му году, и к министру тогда торговли Микоян являлся в то-то время. И вот с Ивановичем Микояном мы связываем вообще историю мороженого. Когда была открыта первая фабрика на ранее называемом хладокомбинате номер 8, потом это была из Филии, всем известная. Вот, собственно, такая история. Если говорить о некой особенности российского рынка, а я считаю, что рынок у нас, безусловно, есть по ряду показателей, но, во-первых, есть достаточно большая группа предприятий, которые создают инфраструктуру этого рынка с точки зрения производства. Достаточно большая конкуренция на этом рынке. Есть представительство крупных зарубежных транснациональных компаний. То есть мы здесь не за занавесом. То есть рынок, он действительно существует, он открыт, и он действует. Более того, мы наблюдаем за динамикой этого рынка. Она в какой-то мере повторяет проблемы и, наверное, движение в целом экономике. Но есть и особенности. Если говорить об особенностях российского рынка, как вы правильно подчеркнули, что, наверное, корнями уходит еще в Советский Союз, да, действительно, это так. И вот стратегий, ну, в частности, вот уж опять я упомянул бы Микояна, и мы очень дорожим его подходом такой фразы, что мы должны превратить в мороженое из лакомства повседневную еду. А на самом деле, в шутку, как говорят, вот у американцев это еда, в Европе это, ну, все-таки десерт, а у нас это лакомство или баловство, мягко говоря, так скажем. А, кстати, вот эта замечательная фраза, да, которую вы процитировали сейчас, фраза Микояна, когда он говорил, что из лакомства это должно быть повседневная еда. Собственно, что в этой фразе подразумевается? То есть человек должен есть мороженое, потому что, по какой причине? Ему больше, ему нечего больше есть. Или мороженое это такой продукт, который по каким-то причинам должен быть на столе, заменяя одно, второе, третье. Вы знаете, прежде всего это связано, конечно, с составом продукта. То есть если рассмотреть мороженое в своем составе, ну, наш традиционный там молочный, сливочный, пломбир, то это хорошо сбалансированный продукт, высокой пищевой ценности. Вот это главное. Вот это. То есть если взять... То есть Микоян заботился о здоровье все-таки, да, наверное? Конечно, конечно. Произнести такой фраз. Ну, кроме того, ведь здоровье, оно из разных составляющих складывается, да? И не всегда там на столе у россиян могло быть какое-то изобилие фруктов, ягод, молока того же, шоколада и так далее. А вот в этой небольшой, казалось бы, порции мороженого все это присутствует. Причем хранится достаточно долго. То есть вот можно этой небольшой порции мороженого восполнить организмом массов потребностей, которые являются необходимыми. Вот, собственно, из этого исходила эта посылка. Понятно. Ну, в конечном итоге это, опять-таки, забота о здоровье нации, и это вещь достаточно благородная. Тем не менее, сейчас вы сами же сравнили с тем, что на сегодняшний момент все еще, да, у нас это лакомство, в Европе это, можно сказать, нет и иные очертания приняло. А вот в Штатах, где, видимо, это более доступно и, может быть, более, я не знаю, более распространено, это еда, это пища та самая повседневная. И я не думаю, конечно, что прежде всего мороженого это виновата, но известная проблема американцев, да, проблема ожирения, она никак не связана с тем, что они каждый день имеют возможность, да, в диких количествах поглощать то, что мы называем лакомством. Ну, тут могу сразу успокоить и вас, Олег, и наших слушателей, что проблемы в мороженом здесь нет. Нет, нет проблемы. Здесь не то, что проблема, а вот первопричина, что ли, вот такого положения дела, это национальные традиции, я считаю, и особенности потребления. Ну, просто давайте возьмем, сравним американцы и россиянина, да. Во-первых, мороженое в Америке появилось гораздо раньше промышленным способом, откуда, собственно, появилось там эскимос, палочки эскимоса, как говорили, пирожок эскимоса, да. От французов мы получили пломбир и так далее, и так далее. То есть люди там раньше это все, так скажем, попробовали уже. Второе, ведь немаловажным является вот сама инфраструктура употребления. То есть мороженое можно купить, да, но 15-20, там 30 минут оно растает. А, к сожалению, многие годы в наших семьях ведь не было даже и холодильников, не говоря о морозильниках. Я-то помню прекрасно в то время, да. Вы знаете, я тоже помню, но, может быть, несколько позже, я помню прекрасно, когда продукты, требующие заморозки, висели за форточкой, например, в зимнее время. Ну, ведь это для мороженого не подходит. Безусловно. Ну, в мороз там другое дело, а так иначе это все не пойдет. Дальше, мороженое должно быть доступным. А что такое доступность? То есть надо его довезти, продать, где-то хранить и так далее, и так далее. Вот вся эта цепочка, она у нас годами не реализовывалась. То есть не было специального транспорта рефрижератора, не было торгового морозильного оборудования и масса других вещей, которые не позволяли вот это делать. Ну, а взять даже то, что холодильник, да. Ну, традиционно там это у нас ячеечка, там 10-20 литров. Да, да, да. Ну, там надо было хранить и рыбу, и мясо. Конечно. Пару пачек пельменей, да, килограмм говядины и, значит... А для мороженого там места как раз уже не находилось. И поэтому вот, кстати, это опять же особенность нашего рынка, вот если, допустим, взять там и тех же американцев, и западных наших потребителей, да, нашего продукта, так скажем. У нас единый продукт в этом смысле в мире, да. И у них ведь практически основная часть мороженого потребляется такой в крупно-весовой упаковке. То есть дома. Дома, либо это кафе. А у нас все наоборот. У нас 80% мороженого производится в порционном виде. То есть взял и съел. Да. Почему и продажи, что у нас были традиционные раньше. Где? Киоск. Идешь по дороге, взял, на ходу съел. И быстро, да, пока не растаяло. Ты уже и перекусил, и так далее, и так далее. На ходу, на ходу. Поэтому здесь вот наши национальные традиции, они вот и влияют на, вот на всю эту гамму, так скажем, вопросов, которые касаются и производства, и реализации, и предпочтений каких-то вот потребителей. Ну, я понял то, что инфраструктура, да, начиная с 37-го года, она развивалась достаточно медленно. Именно поэтому, да, в какой-то момент мы могли отметить, что для нас это пока лакомство, не потому что мы любим или не любим его, а потому что у нас нет иной возможности потребления. Но время шло, слава богу, я думаю, сейчас вот то, о чем вы говорите, не сильно отличается от того, что в Европе и от того, что в Америке. И тем не менее ситуация не сильно изменилась. Опять-таки это все еще лакомство. А вы знаете, тут есть тоже, так скажем, какие-то новые грани, какие-то исторические остались, с точки зрения, так скажем, условий, инфраструктуры этого бизнеса, мы сегодня о нем говорим, да, конечно, многое поменялось. Ну, тут трудно сказать, наверное, не все благодаря там нашему промышленному производству. Нам приходится многое заимствовать, и по оборудованию в том числе, да, каким-то технологиям мы учимся. Ну, сейчас все друг другу учатся, это нормальное явление. Тем более это, как вы правильно сказали, мороженое, это мировой бренд, это мировой товар, и существенных отличий нет. Ну, вот можно что сказать, вот, обобщенно. Олег, я прошу прощения, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Хорошо, хорошо. Итак, мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сегодня бизнес-класс на Финам.ФМ. В программе мы обсуждаем рынок мороженого в России, что он из себя представляет, как он себя чувствует. В гостях у меня сегодня Валерий Елхов, генеральный директор Союза мороженщиков России. Ну, что ж, давайте продолжим разговор. Валерий, соответственно, мы вот пытались определить эти самые принципиальные отличия нашего рынка от рынка зарубежного, и это все в корнях, так сказать, да, в корнях. Олег, я бы хотел с чего в этом смысле начать, сказав, что по большому счету, вот если говорить о каких-то критериях высокой оценки, мы мало в чем отстаем от передовых зарубежных производств и стран в этом смысле развитых. Нас во многом в этом смысле научил, с одной стороны, кризис, с другой стороны, это вот рухнувший железный занавес. Я вспоминаю период там 90-х годов, когда у нас и на улицах мороженого нашего было практически не найти, да, масса была этих ярких упаковок, да, непонятно чего и как, марс, снеги, там и так далее, и так далее. Мы пережили это, когда... Ну это все, да, все новое, вот занавес действительно открылся, и к нам сюда хрынул это. Все бросились, как за салями там и так далее. Вот, вот, вот. Мы это все прошли, но прошли как? Не просто вот попробовали, ну и забыли. Нет, вот если сейчас, допустим, взять ассортимент нашей продукции, вы подойдите к киоску любому, да, маломальскому, то там минимум 50 номинований вы найдете. Согласен. То есть ассортимент совершенно изменился. У нас нет проблемы в этой части, допустим, как-то вот в соперничестве с зарубежными компаниями. Второе. Я вспоминаю, когда у нас была упаковка, какая? Пергамент на брикете. Так. Стаканчик вафельный, вообще голый. Да. Ну, собственно, и все. Ну, сверху нет, такая кругленькая бумажка еще так нашлепывалась. А это хорошо. Это крышечка. Это хорошо, да. Посмотрите сегодня на нашу упаковку. Во-первых, благодаря ГОСТу, который мы разработали, как Союз, вот и внедрили, сейчас вообще нет неупакованного мороженого. Это не сразу привелось, но привелось. И упаковка самая современная, она не уступает ничем зарубежной, самым лучшим образцам. Если взять технологии, наши линии, ну, на передовых предприятиях, они ничем не хуже. Ну, к сожалению, многие из них импортируются, да. Но это не важно. Важный результат. То есть мы можем производить любую продукцию, то, что производится в любой стране мира. Если говорить о доступности, то здесь мы даже опережаем. То есть если взять, допустим, мороженое аналогичного качества по составу, то цены наши ниже. И мы выиграем конкуренцию. Возьмите вы сегодня на рынке. Сколько у нас зарубежной продукции? Да меньше 2%. И то, какая продукция в основном присутствует. В киоске вообще ее нет, не найдете, да. В супермаркете, да. Это достаточно дорогое мороженое. В ванночках, как правило. Но оно стоит там за 300-500 рублей. А, кстати, почему оно такое дорогое в данном случае? Это состав продукта. Состав, да, все-таки? То есть это дорогие сливки натуральные, да. Дорогие составляющие фруктов, орехов и так далее, и так далее. А вот в более дешевом сегменте конкуренции... Совершенно нет. Мы выиграем ее. Почему? Ну, по ряду причин, наверное. У нас, наверное, меньше все-таки заработная плата, да. У нас более доступны энергоресурсы, надо сказать. Ну, то есть себестоимость, да, вот этого... Составляющая, конечно, дешевле. Да, гораздо меньше. Безусловно. Ну, приходится признать, что действительно, да, рынок мороженого... Ну, и отлаженный все-таки и бизнес с точки зрения систем реализации. Да. Это тоже денег стоит. Ну, давайте мы к реализации чуть позже подойдем. Тем более, что в следующей части мы подключим вашего коллега, коллегу, который, может быть, вот, раз о реализации нам поведает. Я хотел бы вам задать вопрос, значит, который мы обсуждали опять вот до эфира, о неких тенденциях мировых и российских, с точки зрения, производства именно, да. Вы говорили о том, что у нас все-таки в основном это крупные предприятия производят мороженое, а, допустим, в той же Европе это очень много частников, да. И вот с этой точки зрения есть небольшая разница. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, на самом деле, удел в этом смысле разных стран он разный. Мне просто приходилось во Франции бывать, вот, общаться там с коллегами по ассоциации мороженщиков. И там, действительно, как сейчас вспомню, вот 17 крупных предприятий. Ну, крупные, допустим, у нас, может быть, там они гораздо крупнее, чем французские. Там считаются они крупными. Они считаются крупными, да. Кстати, извините, крупность предприятия, она зависит от чего? От объема производства. Да. Мы считаем крупными у себя вот те, кто производит более 10 тысяч тонн мороженого в год. То есть у нас таких там десятка полтора-два. По России. Да, по России. Но зато у французов, вот, в этой ассоциации, как они называют, ремесленник, я вам уже рассказывал немножко, да. Там 6 тысяч таких вот участников, да. Это, грубо говоря, частники, да? Частники, да, совершенно верно. Это мелкие кафешки, там на несколько человек буквально, да. Это может быть отдельный производитель мороженого, кто делает там для конкретного ресторанчика вот мороженое. Потому что я говорил уже, что само потребление у них в основном, либо дома, но очень, может быть, не у всех. В основном это кафе-ресторан. 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 Вот эта особенность, она существует, да, безусловно. Ну, опять-таки, если мы говорим об этой особенности, вот в чем ее причина, что ли, да? В том, что у нас необъятные просторы Российской Федерации, и, естественно, частный бизнес здесь не может конкурировать, да, с предприятиями, которые производят по 10 тысяч в год, либо это ментальность какая-то. Мы же не сидим, ну, даже не то, что мы не сидим целыми днями в кафешках, но, по крайней мере, гораздо реже, да, встречается вот такая праздная, что ли, да, публика, нежели в Европе. Ну, я думаю, зависит, конечно, от ментальности, от традиций российских и так далее. Если взять, наверное, число кафе, там, на душу населения в той же Франции, да, или в России, да, это несоизмеримое количество. Во-вторых, вот, сам такой вот, наверное, подход, ну, как те же, опять-то, к французам пристали. Давайте, ничего страшного, да. Хороший пример, тем более, что к нам едут французы на постоянное место жительства толпами практически. Поэтому можем, как о своих о них уже говорить. Они зашли, там, выпить стакан воды, это нормально, да, выпить чашку кофе, это вообще уже блец. И посидеть еще полтора часа над этой чашкой кофе. Посидеть с газеточкой, да. Во-во-во-во. Съесть мороженое. А как у нас, россияне, идет в ресторан? Да. Как следует. Перекусить. Перекусить, да. Причем он идет, как у Чехова, да, он идет, чтобы потом пойти на званный ужин еще. Немножко надо, значит, перекусить, а потом пойти на ужин. Бывает, там, хорошо добавить, так скажем, перекусу. Да, да, да. И поэтому до мороженого большинства уже не хватает ни сил, ни времени, ни желания. Ну, это, конечно, в шутку. На самом деле, традиция. Традиция. Согласен, согласен, да. Хотя, конечно, подвижки в этом отношении видны. И вот я вам просто, правда, свой пример, сказать, приведу. Ведь несколько лет назад, ну, десяток лет назад, будем говорить, да, это все на наших глазах. Ну, вообще, они знали и не видели вот этих ванночек, да, тортов, мороженых. Мороженых, да. Ну, вот они как-то, вот, мы не знали, не нужны были. Взял эскимошку, ну и хорошо. Сегодня в каждом киоске, в каждом лотке. Кстати, извините, да, взял эскимошку и, в общем, полакомился. А торт в нашем представлении, это, опять-таки, нечто глобальное, да. Процедура какая-то. Процедура, естественно. Чай, торт, все. Ну, даже взять ту же ванночку, это уже, вот, это некая емкость, там, может быть, литр, может быть, два. То есть, это берется уже домой. Приехали там в супермаркет, во-первых, эта ванночка, она дольше хранится, потому что не везде есть пакеты эти теплоизолирующие, да, можно довезти. Во-вторых, это уже на семью. Во-вторых, здесь только не даже экономики. Одно дело упаковка эскимошки, да, другое дело упаковка, там, два килограмма ванночки. Это разные вещи. А потом россияне любят экспериментировать. Взял мороженое, да, а дома есть джем, варенье, там, что-то еще, орешки, присыпки и так далее. То есть, такая тенденция есть уже, она наметилась. И мы движемся по этому пути. Но это не так быстро. Это не так быстро, согласен. И еще, с точки зрения тенденции, все же, как вы считаете, вот этот, ну, такой частный взгляд на производство и продажу мороженого, он может у нас найти все-таки, так сказать, найти какую-то почву для развития? Ну, вот то, что, опять, о Франции мы говорили, там очень много частников, да, вот таких, рассчитанных на небольшое... Я думаю, что найти может, он и находит, безусловно. Другое дело, темпы. Темпы, да. То есть, сегодня вот большинство ресторанов, ну, я не знаю, там, до сих говорить не буду, да, но они не покупают там штучные мороженые, да, и не предлагают там никто, там, брикетти, пломбир, ведь, да, там мороженое, это некое произведение искусства, да. Произведение этого ресторана, да. Этого ресторана, как правило. То есть, берутся какие-то комплектующие, это может быть и там состав какой-то купленный, да, либо это берется базовая какая-то продукция, неважно как, либо на месте делается все целиком. Ну, это уже вот начало тех самых, вот, так скажем, явлений, которые в других странах присутствуют. Это есть. И по мере развития этого вот бизнеса, ресторана в том числе, как мы говорим, хуряка сегодня, да, это гостиница, ресторан, кафе и так далее. Конечно, эта тема будет развиваться. Тем более, что у нас сейчас все больше и больше продуктов появляется, может, мы еще об этом поговорим, таких вот функциональных, которые рассчитаны на вот людей, как выглядит, там, не очень желающих располнеть, да, то есть с низким содержанием жира, с низким содержанием сахара, функционально, значит, это витаминзированное мороженое, иодированное мороженое, с минералами мороженое, для диабетиков, чего только нет. Ну, мне кажется, то, что появляется такое, ну, в кавычках, да, необычное мороженое, это, так сказать, воля времени, что ли. Это рынок, он заставляет работать, безусловно. Ну, с другой стороны, смотрите, вот, ну, представим какого-то рядового потребителя мороженого, вот, он его очень любит, с детства ли, да, с более позднего периода, и в какой-то момент он понимает, что вот он не может обычное мороженое есть, да, потому что, ну, боится поправиться или у него какое-то заболевание какое-то, не дай бог, образовало. Соответственно, он ищет мороженое же, которое не даст ему возможности, да, там, себя плохо почувствовать. Ну, он может просто отказаться от мороженого и питаться тем, что... Безусловно, безусловно. Но у нас сегодня такая гамма мороженого, что мы практически можем удовлетворить любые желания. Вот сегодня многое говорится о холестерине, да, о трансизомерах, там, омега-3, омега-6 и прочее, прочее. У нас есть такие продукты, пожалуйста, нет проблем. А вот, кстати, эти специальные продукты, они торгуют, ими торгуют в специальных каких-то магазинах? Нет, нет. Ну, ты к уличному киоску подошел, но там огромный ассортимент, я с вами согласен. И тем не менее, мне ходило... Мы спросим продавца и... Да, с пониженным содержанием холестерина. И что он мне скажет? Конечно. Как он меня назовет? Ну, может быть, не очень популярно, он скажет, вот вам, пожалуйста, мороженое с заменителем молочного жира. Ага. То есть, с растительной составляющей, пожалуйста. Кстати, вот это тоже интересная тема, ну, давайте мы начнем и, наверное, уже продолжим потом. И не только, вот, с точки зрения мороженого, а очень часто, с точки зрения еще и других продуктов питания, возникает, в последнее время возникает разночтение, да. Вот мороженое, это мороженое или это какой-то, ну, суррогатный продукт, потому что в нем нет, ну, допустим, натурального молока или натуральных сливок и так далее. Вот, в этом есть проблема какая-то на рынке российском. Или наше мороженое, это всегда мороженое? Ну, об этом можно чуть-чуть поговорить, надеюсь, у нас время позволяет. Да, 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 у нас еще есть. Во-первых, сразу скажу, что все наше мороженое выпускается строго на основе федерального закона. Это закон 88-й, а проще это технический регламент на молоко и молочную продукцию. То есть вот эти старые, да, советские ГОСТы, они, так сказать, присутствуют, нет, в другом формате, но тем не менее. Ну, у нас не так много ГОСТов, к сожалению, пока они в основном в работе, да? Валерий, главный документ – закон. Мы сейчас послушаем еще раз новости. Уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у меня в гостях Валерий Елхов, генеральный директор Союза мороженщиков России. И тема сегодняшней программы сладкая и очень приятная. Мы разговариваем о рынке мороженого в России. Кстати, вот полчаса эфира позади, и у меня очень позитивные, у меня очень позитивные мысли. Во-первых, мысли по поводу того, что рынок мороженого России ничем не уступает, да, не то, что не отличает, ничем не уступает любому другому рынку. Более того, есть определенные преимущества, о них вот Валерий сегодня рассказал достаточно подробно. Значит, начали мы разговор о том, насколько качественно морожено, то ли иной в виде, вспомнили ГОСТ, и как сейчас с этой точки зрения обстоят дела, Валерий? Вы знаете, я хотел бы отвернуться к истории. Вот мало кто знает, но в преддверии еще Великой Отечественной войны, в 1941 году, значит, в стране был принят первый государственный стандарт на мороженое. Представляете? В то время люди думали об этом. На мороженое. Да, долгие годы этот ГОСТ действовал, устарел, но вот с созданием нашего союза мы так к теме вернулись. И сейчас в стране действует ГОСТ на мороженое, на основную группу. Он так и называется мороженое-молочное-сливочный-пломбир. В чем его особенность? В том, что это мороженое только на молочной основе. Это может быть сливки, сливочное масло, молоко, сухое молоко и так далее. Но никаких заменителей там не должно быть. Поэтому если покупатель хочет именно такую продукцию приобрести, да, покупайте по ГОСТу, не ошибетесь. Второе, о чем я хотел бы сказать, что вот теперь два года назад, как был принят закон, он так называется, 88, технический регламент на молоко и молочную продукцию, который в числе других определил, что у нас сегодня может называться мороженым. Пять видов. Я их три уже назвал повторяющий раз. Это молочный, сливочный, пломбир. Сливочный и пломбир это разные вещи? Это разные вещи. Они отличаются жирностью. На самом деле это практически похожие очень виды. Пломбир это тоже сливочное мороженое по сути своей, да? Ну, жирность разная. Если, допустим, молочный там 6%, сливочный там до 12%, пломбир может быть 24% даже. Дальше кисломолочное мороженое. Это небольшая группа, но она есть. Это что-то ближе к йогуртам уже, наверное. Это да, живые бактерии, совершенно верно. Оно там мало хранится, но есть такая группа. И молокосодержащие мороженое, о чем мы уже начали немножко говорить, там, где допускается использование заменителей молочного жира. Вот я с вами действительно соглашусь, что в последнее время часто в прессе, я буквально вчера и сегодня смотрел по интернету, опять появилась дискуссия по поводу растительных масел, пальмы и так далее. А что называть маслом? Это же не масло, это его... Ну, да. К сожалению, здесь очень много такого дилетантского подхода. Люди, которые мало порой разбираются вообще в существе продуктов, пытаются говорить, да что, это отрава. Ну, я вам скажу проще. Если была отрава, то она была бы запрещена. Конечно. И первое всего... Как минимум, кто-нибудь, не дай бог, отравился бы, да, мы бы об этом знали. А я вам сразу скажу, что у нас не было еще прецедента, я надеюсь, постучу и не будет в истории, что мороженым никто не отравился. Скажу даже почему. Мороженое само себя как бы хранит, как лакпусная бумажка. Ну, вот, чтобы молоко испортить, ну, надо, чтобы оно прокисло, как минимум, там, так далее, чтобы какая-то вот там... Завелась. Завелась бацилла, да. Мороженое, если оно растает, вы ее уже не купите. Восстановить его невозможно. То есть исключено сразу. Если колбасу можно протереть, и там вы сразу не определите, или рыбу, да? Затереть чесноком, чтобы она не сильно пахла, да? Ну, или там подсолнечным маслом протереть, и так далее, в шутку. То мороженое таким способом... А, кстати, вот, хорошо, а если предположить, что мороженое растаяло, а потом вы его каким-то образом, ну, конечно, сложно это сделали, но, тем не менее, собрали и опять заморозили. Я вам скажу, какие бывают в этом смысле пороки. То есть, если оно совсем растаяло, то его восстановить нельзя все равно. Потому что форму упаковка потеряет. А вот бывает немножко иначе. К примеру, стоит там вот этот ларь, морозильник на улице, санцепек, да? И бывает, ну, по-всякому, ну, верхняя там, допустим, вот полочка чуть-чуть подтаивает. Или рефрижератор там каким-то причинам не выдержал температуру перевозки. А, кстати, температура должна быть везде, так сказать, для покупателя тоже ориентир не выше минус 18 градусов. И в производстве, и в дороге, и в продаже. То есть выше 18 вот начинаются некие, да, уже проблемы. Проблемы, они начинаются не с этого, конечно, периода. Просто оно меньше мороженое хранится там. Оно начинает чуть-чуть, так скажем, вот подтаивать. И вот если оно подтаило, а потом заморозили его, то там появляется снежистость. То есть структурки, эти кристаллики воды, они укрупняются. И, конечно, уже не приступает, вот, так скажем, к вам продукт такой вот кремообразной консистенции. Вот в чем разница. Вот и все. Он не испортился. И никакой проблемы не будет. Ну, вот сама консистенция, она начинает меняться. Кстати, иногда вот действительно заметно, да, что мороженое покрыто какими-то снежинками как будто бы. Это вот как раз результат того, что оно, видимо, где-то подтаивает. Ну, это надо в каждом конкретном случае конкретно смотреться. Это уже о консистенции такой внутренней все-таки реально. Валерий, спасибо. Давайте мы подключим еще одного собеседника. Сейчас на связи у нас Игорь Мостовский, совладелец компании Джелата Шоколата. Игорь, добрый вечер. Вы слышите меня? Добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Слышал. Спасибо. Итак, Игорь, сегодня мы разговариваем о рынке мороженого в России. У меня в студии сейчас, я надеюсь, вы знакомы хотя бы заочно, Валерий Елхов, генеральный директор Союза мороженщиков России. Мы обсуждаем... Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер, да, Дмитрий. Мы обсуждали много конкретных, так сказать, аспектов, касающихся этого рынка. Ну, вы как непосредственно, да, человек, занимающийся этим бизнесом, какие основные, ну, давайте так, не проблемы, наверное, а основные загвоздки вот в вашей работе смогли бы назвать нам? С чем сталкивается человек, который, ну, производит и торгует мороженым, прежде всего? Угу. Ну, у нас, во-первых, мы работаем в таком достаточно узком сегменте широкого рынка мороженого. Это продажа весового, ну, а-ля итальянского мороженого в торговых центрах. Понятно. То есть, все-таки это, ну, несколько, на мой взгляд, отдельный сегмент вот-вот продажа... Это отдельный, и более того, Валерий, вот, когда мы разговаривали, назвал его, это, наверное, люксовый сегмент все-таки, да? Да, это как раз тот самый наиболее дорогой. Близко к этому, конечно. Я сам частенько бываю вот в Вавилоне, так что я ваши самые точные, Игорь, вижу, я знаком с тебя. Ага. Вот, то есть у нас розничная цена продажи килограмма составляет, там, от 1000 до 1200 рублей за килограмм. Ну, если перевести это в килограмм. Понятно. Я извиняюсь, при средней в России до 200 рублей, как правило, выше не бывает, правильно? Килограмм. Да, да, да. Килограмм. Да, 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 килограмм. Ну, вот, я, к сожалению, да, плохо ориентируюсь вот в других розничных ценах на мороженое, а хорошо ориентируюсь в нашей цене. Расскажите нам, да, вот именно о вашем бизнесе. Вы знаете, наверное, как и везде, да, то есть это есть первая проблема. Ну, то есть наш бизнес, он очень зависит от места. Как говорится, location, location and location. Понятно. Если ты вот выбрал правильное место, где большая проходимость людей, вот плюс очень важно, почему мы размещаемся в торговых центрах. Ага. По какой причине торговый центр не заинтересован, чтобы был у него вот представитель, так сказать, мороженой отрасли? Торговые центры, вот по отношению к таким маленьким арендаторам занимают достаточно ультимативную позицию. То есть когда вы у них арендуете там 6-10 квадратных метров, ну, вы им, в принципе, не очень интересны. Ну, и там, то есть вот позиция именно ультимативная. То есть вот либо бери вот так, либо нет. И, соответственно, вот очень дорогая аренда в торговых центрах. Поэтому вот чтобы договориться и встать в хорошее место по разумной цене, вот это обычно сложно. Я остановился на том, что проблемы с персоналом, ну, как и, наверное, везде, да, то есть первое найти, обучить, и чтобы человек вот хорошо работал. То есть, как мы все знаем, у нас очень мало улыбок в стране. Совершенно верно. Ну, а мороженое с кислым лицом продавать очень неправильно. Поэтому вот это тоже очень сложно добиться того, чтобы люди весело продавали мороженое. А, кстати, вы сами справляетесь с этой задачей, обучая персонал, чтобы он был улыбчив и приветлив? Да, я не могу сказать, что мы здесь добились каких-то выдающихся результатов. То есть, ну, мы стараемся, да, вот, и там, скажем, наверное, там процентов 60-70 нашего персонала, они этому соответствуют. Ну, всегда есть процентов 30, которые находятся в стадии ротации, которые никак не хотят улыбаться. Плюс это, конечно, вот проблема, это воровство. То есть, так как у нас товар весовой, ну, и люди работают за наличные деньги, то очень многие продавцы считают, что эти деньги, они их. Так. И поэтому вот, наверное, еще одна проблема, это воровство. А эта проблема как решается, ну, вами в частности? Да, эта проблема, к сожалению, не имеет такого одного решения. То есть, вот, просто комплексом мер мы сводим, и ее, к сожалению, нельзя искоренить совсем. Ну, по крайней мере, у нас это не получается. Просто комплексом мер, то есть, мы устанавливаем видео и звуковое наблюдение на точках. Мы вводим правила, там, что у нас должен быть чек до товара, предоставлен клиенту, если это не так, там, то штраф 500 рублей. Вот. И мы это контролируем с помощью секретных покупателей, плюс нашего руководящего состава на местах. Перевесы, да, ежесменные. Вот, наверное, вот этот набор вот таких нехитрых методов, он помогает минимизировать. Кстати, вот эта проблема, да, вот, я, честно говоря, не так часто слышу об этом. Это проблема того, что, смотрите, вы торгуете именно розницей, да, мороженым в развес, или то, что вы ведете бизнес в России, например, вот такая вот история. С чем это связано? Мне кажется, и с тем, и с тем. То есть, наверное, есть такая, ну, некая черта у нашего народа. Ну, в принципе, и у многих других народов, да, наверное, там только вот скандинавские страны, они как-то вот, ну, по моему опыту, там, люди не склонны к воровству. Или, там, менее склонны к воровству. Поэтому это, наверное, да, есть специфика национальная, и есть специфика того, что это товар весовой. И вот... Ну, просто сложно его проконтролировать, да, так, чтобы он всегда... Да, 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 сложно. То есть, штучный товар легче контролировать, да, вот тебе дали 10 упаковок, вот ты 10 продал. А здесь усушка, утруска и... Да-да-да, и прочие, и прочие вещи. Я понял. Игорь, огромное спасибо, что вы подсоединились к нашему разговору. Успехов вам в бизнесе. Я напомню, уважаемые слушатели, с нами по телефону был Игорь Мостовский, совладелец компании «Джелата Шоколада». И сразу, Валерий, вопрос вам, вот такая неожиданная, да, но, мне кажется, все-таки проблема, воровство. Ну, я знаю, что такие проблемы есть и в других сферах, поэтому тут удивительного-то немного, потому что там, где розница, там, где наличные деньги, всегда есть искушение к этому. У нас там, допустим, другие какие-то нарушения встречаются. Все-таки, допустим, взять киоск, там, как правило, все-таки это штучный товар. Ну, вот как Игорь говорит, да, посчитали, вот тебе привезли 10 штук, ты 10 продал. Да, действительно, но там свои есть уловки, свои есть секреты, я не буду о них рассказывать. То есть, проблемы, они везде есть. То есть, нет человека, нет проблем, есть человек, возникает проблема. Это уже, видимо, национальности нашего рынка мороженого. Ну, вот, кстати, я вот к этому и веду, да, в чем причина-то? Все-таки опять мы говорим о неких свойствах, да, таких своеобразных российского отношения к действительности. Ну, тут я бы не стал совсем уже нашу проблему русофицировать. Извините, давайте еще новости. Итак, мы продолжаем наш эфир. Говорим сегодня о мороженом, о вкусном и достаточно полезном, как оказалось, продукте. В гостях Валерий Елхов, генеральный директор Союза мороженщиков России. И в предыдущей части с нами по телефону разговаривал Игорь Мостовский, совладелец компании Джелата Шоколада. Ну, какую-то неприятную, на самом деле, тему мы затронули, хотя... У нас есть более приятные темы. Я бы вот хотел оттолкнуться от слов «улыбка», о которой говорил вот мой коллега. Так я вот, пользуясь случаем, приглашаю вас, наших уважаемых радиослушателей, на наш традиционный праздник, праздник мороженого, который мы уже 17 лет проводим в Москве, в частности, и в других городах. 1 июня, парк Сокольники. Вот там действительно море улыбок и море мороженого. Больше такой вот концентрации различных видов нашей продукции вы нигде не найдете. Ну, может, за исключением только еще вот выставка у нас 11 февраля открывается на Красной Пресне. Ну и... Салон мороженого. Салон, пожалуйста, вот кто-то, может быть, какие-то вопросы не успел задать нам сегодня с вами, да, приходите, мы там вам разъясним все, покажем, расскажем и угостим. Обязательно, обязательно. Кстати, 11 февраля все-таки ближе, чем 1 июня, правильно я понимаю? Да, да, да. Красная Пресня, 11 февраля. Замечательно, обязательно придем, ну и, я думаю, наши слушатели тоже присоединятся к этому мероприятию. И в связи с этим, смотрите, вот у нас есть возможность поесть мороженого летом, что, наверное, более приятно и более востребовано. И не всегда возникает желание поесть мороженого зимой. Кстати, вот Игорь говорит, что не случайно они старают свои точки где-то в торговых центрах, потому что, ну, как минимум, тепло там, да, и возникает такое желание. То есть есть, ну, проблема, не проблема, но есть очевидная, да, история, которую называют сезонность в таком случае. Это проблема, действительно. Это проблема. Правильно, да. Хотя про россиян тут тоже говорят, ну, это, видимо, тоже особенность национального потребления мороженого. Действительно, у нас всегда холодно. Уинстер Черчилль, помните, как говорил, может быть, помните, нет, я вам напомню, что нельзя победить тот народ, который в 40-градусный мороз ест мороженое. Моженое мороженое, да. Значит, у нас тоже традиция, но у нас, в принципе, достаточно суровый климат, поэтому мы в этом смысле отличаемся. Но, тем не менее, конечно, серьезный перепад потребления, он существует. Это минимум, так вот, наверное, две трети. Две трети это летом, и третья часть вот такой зимний-осенний период. Ну, это естественный климат, что тут говорить. Безусловно, это естественный. А как вот, ну, в частности, производители, и уж тем более тот, кто торгует, как он справляется с этим? Тут есть несколько путей, так скажем, ну, во-первых, дифферсификация производства. Она более сложна, но, тем не менее, применяется. Я имею в виду производство параллельного ассортимента, но похожие логистические технологии. Ну, к примеру, те же продукты заморозки. Там пельмени или фруктовая группа, овощная группа, которые тоже можно торговать и которые круглый год восприняты. И необходимые слои у нас ведь, хочешь не хочешь, надо оборудование ремонтировать, профилактику проводить надо, людям надо дать отдохнуть. Поэтому какой-то период использовать для этого, для ремонта, для профилактики. То есть говорят, нет худа без добра, да? То есть в этот момент мы сможем как раз... Такой естественный процесс, хотя мы бы готовы продавать круглый год. Вот по объему имеющихся у нас мощностей в России, да, мы можем удвоить производство. Вот сейчас мы производим примерно 370, ну, бывает, 400 тысяч тонн в год мороженого, да? А могли бы вдвое больше. Но проблема в реализации. Высокая конкуренция. И конкуренция не только между самими мороженщиками или там западниками, но эта конкуренция в последние годы особенно выросла с параллельным ассортиментом, который нас обходит, к сожалению, в большинстве случаев в рекламе. То есть пиво, соки, чипсы, табак и прочее, прочее, прочее. Сейчас, одну секунду, я хотел бы уточнить. Параллельный ассортимент, он в какой степени параллель это, да? А с какой точки зрения параллель? Это продукт быстрого потребления или это продукт, опять-таки, вот, заморозки? Ну, отчасти, допустим, продукт тоже в какой-то степени предоставляет вам удовольствие. Вы можете выпить стакан сока, к примеру, да, или купить эскимошку. Да. Там тоже ребенок, имея там, условно, 20 рублей в кармане, может купить жвачку, да, а может купить шоколадку, там, или эскимошку, да. Ну, курильщик, он подумает, съесть ему мороженое, или пачку сигарет купить, да. И вот так параллели везде, или пиво тоже самое. Ну, какая была реклама громадная, да? Да, ужас. Мы вот рассчитываем сейчас, что вот, мы не будем каркать, что называется, на бизнес соседей, но вот ограничение продажи, значит, и алкоголя, и пива, и табака, я думаю, нам это должно на рынке добавить. Ну, дай бог, дай бог, тем более, что я вот, так сказать, читал тоже, да, совсем недавно, что и государственные программы об этом говорят, наши, российские, о том, что мы смотрим на здоровое поколение, да, мы за здоровый образ жизни. У нас продукт здорового образа жизни, совершенно верно. Точно. И именно это, да, становится, как бы, таким крау и угольным, основным параметром конкуренции. Вы знаете, вот конкуренции раз, и вот как-то мы начинали в разговоре говорить о тенденции, которые присутствуют и на нашем рынке, и на рынке за рубежом. И вот эта тенденция перехода к натуральности продуктов, да, к продукт натуральной тяготей, к здоровому образу жизни, то есть вот тоже пресловутое ожирение, переход где-то даже от животных, там, продуктов к растительным больше, к меньшему потреблению сахара и так далее, и так далее. Все это присутствует здесь и у нас. И мы готовы к этому. То есть, смотрите, тенденция, безусловно, ну, такая благостная, что ли, да, тенденция достойная, действительно, за здоровый образ жизни, да, отказ от врезанных привычек и так далее, и так далее. Далее, мы готовы к этому, говорит Валерий, готовы производители, да, производители. А готов ли к этому потребитель? И что нужно сделать, чтобы он действительно орить? Ну, знаете, тут есть, скорее всего, большая наша доля вины. Наша? Наша, мороженщиков. Потому что мы мало говорим об этом. Вот я частенько общаюсь с аудиторией, тоже и по радио, в частности, да, и мне все время поступают звонки. Скажите, где купить мороженое для диабетиков? Вот. Большая проблема. Мы со временем еще, вот, так сказать, в правительстве Москвы пытались организовать продажу такого мороженого в аптеках. Но народ как-то не понял этого. В аптеку ты идешь не за мороженое, а за лекарство. Конечно. А приходя в магазин, в гастроном, я имею в виду, да, там попробуйте, вы найдите эту рекламу, эту информацию о мороженом, которое для диабетика. Тоже не найдешь. Ну и просто, наверное, да, вот я предположу, что человек, приходя в гастроном и видя, как поедается обычное мороженое, он подойдет и скажет, а есть у вас для диабетиков? Ну да. Ему как-то неловко. А может еще не спросит, да. Не спросит, конечно. Ему, наверное, как-то неловко, может быть, об этом говорить. То есть надо внедрять вот в наше сознание, да, вот в информацию просто о тех продуктах, которые существуют, и которые доступны на самом деле, да, чтобы люди просто знали об этом. Ну то есть это проблема популяризации продукта, что ли, так получается? В том числе, да. В том числе. Вы так смело взяли на себя вину, а все-таки в чем ваша вина-то? Вот в чем ваша вина? Ну мы считаем, что мы должны здесь более активно продвигать такие продукты. Ну если, извините, та же самая реклама алкогольных продуктов, пива того же самого, там огромные деньги, огромные деньги, они делают все, что хотят. Но, к сожалению, на таких денег нет. Вот, вот. У нас рентабельность несравнима с рентабельностью всех предприятий. Это естественно. Там их, сейчас их немножко там поджали, да, сверху их поджали. Говорят, ребята, спокойнее, спокойнее. Ну, возьмите рекламный бюджет, ну кто у нас дает рекламу, да? Ну самые крутые компании. Совершенно верно. Это Нестле, это, допустим, Таласта, может быть, Альтеревеста, Юни Левер в виде Инмарка и так далее. Все. Все остальные ограничиваются собственными ресурсами. При этом все же, вот вы сейчас, мы заговорили о рекламе, что, собственно, логично, да, я вспоминаю большинство рекламных роликов, рекламирующих вашу продукцию, там практически нет намека на то, что вот этот продукт не просто удовольствие ты получаешь, или как лакомство, да, как мы сначала с вами говорили, а это еще и продукт здорового образа жизни, это альтернатива вот всяким, всяким, да, не нужным. Ну, в всяком случае, здесь большая ниша для труда, если говорить вот о каких-то перспективах развития, здесь мы видим вот эту тему, ниша функционального мороженого, как мы говорим, она достаточно большая. Эта ниша достаточно большая в неком переформате торговли, то есть то, что сейчас предпринимается вот по сокращению киосков, и то, что мороженое... Куда, кстати, пойдет мороженое из киоска? Вот его убрали, этот киоск. Тут, кстати, неоднозначная совершенно позиция, ведь, ну, трудно представить, чтобы в супермаркет большой человек пошел за эскимошкой. Конечно. Причем, извините, Валерий, я так понимаю, вот это вот, ну, как в таких случаях, наверное, может уместно сказать, это мода, что ли, да, это практика, чтобы киоски, да, чтобы палатки исчезали с улиц, под общую гребенку и мороженое туда зацепили, ведь задача была... Совершенно верно. Задача была другие киоски убрать. Я помню время, когда мы с правительством Москвы реализовали две двухгодичных программы, это был 98-й и 2002-й год, по развитию торговой сети, когда не хватало киосков, которые реализовывали вот не водку, там, и пиво, да, а не было киосков под мороженое, и нам удалось это сделать тогда, при поддержке правительства, префектуры и так далее. Это какой год еще раз? Это 98-й, это 2002-й годы, когда впервые праздник начал проводиться, вот, и многие там другие вещи. Тут должно быть все в меру. Конечно. Не должны быть, я считаю, однообразно серые киоски по всей Москве. Почему это должно быть? Если это нормальный киоск, вот, я не буду там рекламу создавать, фига Айсбери, допустим, да, нормальный киоск, если он согласован с местными властями, имеет там договор, там, лицензию, все остальное, да пусть работает. Конечно. Если есть нарушения, первое, что надо сделать, не сносить киоски, я считаю, да, а сделать, чтобы исправить эти нарушения. Ну и потом проблема в том, что это киоск, вот, решили убрать все киоски, и заодно убрали, и тот, а с другой стороны формат мороженого, вот это, да, розницы, так сказать, потребление вот этого, где можно торговать им? Вот об этом вы начали говорить, да? Ну, нам говорят, что это мини-маркеты, Ну, не везде же есть эти мини-маркеты, правильно, да? Киоск можно поставить достаточно часто, да, там, на улице, а мини-маркет это... Это мобильный совершенный вещь, который может в течение пяти минут поднять его, увезти и поставить. Да, и переставить. В зависимости от потребления, там, от проходимости покупателей, да, вот, все это же учитывается. И потом сами киоски в последнее время, они тоже привели иное, так скажем, значение. Во-первых, там большие морозильники стоят, то есть обеспечивающие качество высочайшее хранение продукции. Дальше, там продавалась продукция замороженная, да, как раз вот то, что зимой одно, а лето другое. Пожалуйста. То есть хранение, это оно же все в одной системе, транспортировка в одной системе. Поэтому это хорошо выручало торговлю. То есть здесь неоднозначный подход. И, конечно, хорошо, когда вы приходите, там, в супермаркет, берете, там, большую ванночку, да, она не растает, пока до дома доедете. Но эскимошку вы не возьмете там и не пойдете за ней. И тогда, поскольку у нас рынок, в основном, все-таки ориентирован, вот, на такую потребительскую тару, да, он будет сейчас испытывать серьезные трудности. То есть здесь надо очень взвешенно подойти. Вот, кстати, надо очень взвешенно подойти, говорите вы, адресуясь, кому прежде всего? Ну, к властным кругам, конечно, они же принимают решение. Ну, да. Мы никоим образом не защищаем тех коммерсантов, которые там имеют нарушения в этой части. Нет, нет, ну это разные вещи. Вопросов нет. Конечно, это очевидно, разные вещи. Но нельзя огульно подходить. Да. То есть бульдозером все подняться, сносить нельзя. Совершенно вам, совершенно, совершенно. К сожалению, время эфира наше заканчивается. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Я благодарю ему сегодняшнего гостя. Еще раз с удовольствием представлю его. В студии был Валерий Елхов, генеральный директор Союза мороженщиков России. Мы обсуждали сегодня замечательную тему. И главный вывод, все-таки, несмотря на многие минусы, что рынок мороженого в России жив. И дай бог ему жить. Спасибо огромное. И у него хорошие перспективы. Это самое главное.